друзья мои дорогие всем привет сегодня по вашим просьбам по вашим заявкам говорим на тему мизантропии кто такой у нас мизантроп это грубо говоря человека ненавистник человек который ненавидит людей их осуждает очень категорично к ним настроен он отчужден от людей он нередко ненавидит людей такой нелюдимый очень обособленный персонаж на мизантропия она и переводится как сочетание с корней слова ненависть и человек то есть человека ненавистничество то есть и философы ученые на эту тему рассуждали мы сегодня поговорим о том как это вот в реальной жизни выражается какие это люди мизантропы есть среди нашего окружения там среди наших знакомых не всегда же это какая-то такая крайняя форма да с каким там психическим нездоровьем нет это вполне вполне ну такие скажем так адекватные люди до занимающие какое-то место в обществе но конечно же а их подходы их взаимодействие с людьми ну как бы тогда заставляет а где-то присмотреться удивиться давайте с вами не будем путать понятия там мизантропия и социофобия или цинизм или интровертированность нередко ком эти понятия используют даже как синонимичные хотя это по факту ну вообще не так социофоб это кто это тот кто боится людей сторониться их но он одновременно хочет этой близости он одновременно хочет быть принятым и оцененным мизантроп же людей презирает людей сторониться но у него нет страха как такового до что меня там не так оценят меня обидит зачастую не про это речь еще интроверт но интроверт это человек который просто предпочитает собственное общество человек которому тяжело дается большое количество контактов частая смена контактов кто устает от людей интроверту просто комфортнее в своем вот этом вот закрытом уютном мирке но интроверт не испытывает ненависти там неприязни к людям к человечеству вообще нет там вот это вот четкого вектора да ему может кто-то нравится кто-то не нравится но это совсем другое и циники ну цинизм это все-таки более легкая форма до мизантроп может быть циником но мизантроп не равно циник циник это человек который рассуждают чаще в векторе рациональности человек который просчитывает человек который видит материальную такую структурную сторону который где-то может обесценивает эмоции где-то намеренно задвигает их на второй план но мизантропия это уже более такая крайняя и все объемлющая что ли форма если так можно сказать что касается того могут ли люди с разными расстройствами личностями быть мизантропами люди там какого может быть там психотипа какого склада характера большей вероятностью могут быть мизантропами но здесь знаете как здесь нет какой-то такой обязательной связки но если мы с вами уже говорим про некие отклонения то нередко люди с расстройствами личности например там конституциональная психопатия они могут как раз обладать ярко выраженными чем чертами мизантропа паранаялы с бредом преследования да то есть когда у нас речь идет про расстройство конечно представители диссоциального антисоциального расстройства до могут быть мизантропами некоторые шизофреники могут быть особенно шизофрении которая очень похожа на психопатию есть такая форма что еще но в принципе психопаты да разные психопаты могут быть мизантропами нарциссы могут быть мизантропами могут быть мизантропами поэтому здесь конечно мы там стопроцентной какой-то связки с вами не проведем но люди уже с какими-то именно отклонениями психики до вполне возможно но и естественно мизантропами могут быть те у кого ну в целом такая очень зрелая психика без каких-либо там отклонений без каких-либо ну скажем так что расхождение если можно так сказать почему откуда берется вот это вот человека ненавистничество почему люди становятся такими ведь кто-то чуть ли не с детства такой кто-то уже во взрослом зрелом возрасте к этому приходит нередко ведь мизантропы это люди очень интеллектуальные очень умные много чего из себя представляющие то есть действительно это люди которые видят может быть даже больше чем скажем так а большинство они понимают все вот эти вот скрытые мотивы других людей то есть они видят именно вот это вот циничную материальную канву и им отчасти и скучно живется и раздражает их это видит они определенную опасность от людей исходящую то есть вот оно а то есть в принципе высокий интеллект да я не говорю что все люди с высоким интеллектом у нас мизантроп но это может быть таким значимым критерием который спровоцировал укрепление развитие вот это вот отношения к людям что еще но это в принципе люди очень сильно травмированные травмированные в детстве травмированные там юности в зрелом возрасте кого сильно предали кого каким-то образом там жестоко обидели до родители были жестокие властные любимая девушка предала как-то друзья особо изощренно кинули все так человек людям не доверяет у человека случился такой да гигантский перенос на все человечество что еще могло спровоцировать но в целом просто тяжелое детство ну да вот вот помучился этот человек вынужден был этот человек как-то выживать и вот случилось в общем то то что случилось что еще некоторые такие пробелы и серьезные дефекты воспитания может быть родители очень были такие холодные нарциссичные может быть семья там какая-то была чуть ли не с военной муштрой ну то есть да может быть человеку прививали вот не есть такой комплекс отличника из лично и излишний перфекционизм и через эту линию у человека стал развиваться вот это сверх требовательность а к людям иногда это слишком ранняя парентификация то есть когда человека вынуждена стал взрослым взрослым для своих родителей для своего окружения поэтому он очень требователен он выживает он не доверяет вот это все могло сказаться нередко это в принципе люди с душевной пустотой пожалуйста та же самая нарциссическая психопатическая пустота это те же самые алекситимики то есть человек он даст со слабоватой эмпатией он ничего не чувствует он а плохо ориентируется в этой эмоциональной сфере поэтому он судит только рационально только логически и скорее видит в происходящем опасность а еще что такое мизантропия мизантропия это же некая форма защиты я так защищаюсь от защищаюсь от этого мира не зря же говорят но не про мизантропов а про циников но можно то же самое на мизантропов перенести что циники это романтики которым когда-то сделали очень больно также мизантропы когда-то что такое человек произошло и он решил теперь вот так защищаться от этого мира я холодный я рациональный ну что вы можете мне сказать против моих вот этих аргументов я вижу вас насквозь я вижу вашу подлую сущность душонку ваш там низкие мотивы и так далее я круче вас значит я как бы над вами вы не сможете меня обидеть задеть я вас и близко не подпущу и я в принципе испытываю некое такое превосходство да вот эта линия может быть какие они типичные черты проявления поведения мизантропа первое но это в принципе нелюдимость то есть мизантропу не хочется ему не надо вот с этими людьми видеться да то есть он всякого рода сторониться людей следующее но цинизм как я уже сказал такой доведенный до крайней степени неуважительное отношение к конкретным социальным группам там к людям вообще подозрительность излишняя подозрительность сразу человек видит там какие негативные мотивы сразу человек видит какой-то там потвох очень высокая требовательность то есть завышенной требовательность другим просто зашкаливающая ненависть как таковая и ведь не только к человечеству а и к себе тоже есть мизантропы которые и себя тоже ненавидят очень много проекций в их отношениях с миром и с окружающими людьми а есть мизантропы которые наоборот себя возвеличивают себя считают идеальными ну или некой такой почти идеальной версии себя и их раздражает в других вот их несовершенство слабость там какие-то пороки и прочее что еще нередко это такое протестное поведение да я против каких-то норм а я это не буду говорить а это не буду делать а я вот здесь на зло вам так-то так-то сделать это такие индивидуальные индивидуалисты до эгоцентристы то есть да вот очень много вот этой вот линия на себя есть только я ей там до противопоставление себя вот этому миру то есть нигилизм такое очень подозрительное презрительное обесценивающее отношение каким-то нормам правилам традициям общепринятым целом это некий такой пессимистичный настрой я от людей ничего хорошего не жду я это мира в целом ничего хорошего не жду вообще такое нередко достаточно высокомерное очень надменное поведение такая подача очень четко и это ни с чем не испытать не спутаешь что еще это сокрытие реальных чувств и эмоций мизантроп он может кто-то ему может и нравится или может он что-то там боится а что-то он там ну испытывает что-то другое не только то что он транслирует в этот мир но это все настолько запрятано завуалировано что возможно этот человек никогда вот это вот не откроет что еще раздражительность а вот это вот нетерпеливость нетолерантность до мизантроп он там сразу срывается до сразу какую-то категоричную оценку дает естественно таких людей там практически нет друзей нет близких если есть близкие то отношения с этими близкими очень такие специфические они дистантные тут ты на эту тему говори на эту тему не говори ты меня обслужил все уходи я тебе ничего не дам ничего не сделаю то есть там такая да либо потребительская позиция либо позиция очень такая но уж слишком формализованная договорная да вот я даю тебе деньги на семейный бюджет но ты меня вообще не трогай как будто меня нет а то есть вот какая-то такая форма то есть конечно бывают крайние формы мизантропии то есть когда уже ну ты понимаешь что явно этот человек уже который там настолько в своей парадигме сидит что он ну практически да там ну не то что не социализирован но явные сложности социализации испытывает а бывает вполне люди адаптированные с выраженными этими чертами с этим человеком вам некомфортно работать непонятно как с ним договариваться непонятно как с ним взаимодействовать то есть да да вот что лежит в основе мизантропии мы с вами причина то перечислили нередко это и не только неудовлетворенность да когда человека не устраивал там тот социум в котором он жил не устраивал то семья когда его предали но нередко это и неудовлетворенность самим собой я не сделал карьеру я да каким-то образом там что-то недополучил не договорился и у кого у кого в какую сторону идет у кого-то там в самокопание в болезненную самооценку и так далее а в случае с мизантропами это идет вот в такую вот линию защиты это мир плохой это люди плохие и они меня вынудили быть таким мизантропы у нас бывают и пассивные активны то есть пассивный он как бы ненавидит не любит опасается но он это как-то так вот аккуратненько там замыливает замазывает вы явно это не будет выраженный вы там с ним может быть никогда не на какой конфликт не пойдете то есть он придерживается придерживаться такой позиция есть активные то есть это такие знаете обличители обвинители а есть и открытые вредители да там пусть всем будет плохо я очищу эту планету это моя миссия но мы с вами уже тут говорим про более крайней формы когда там есть явное психическое нездоровье основные типы мизантропов но в принципе такое одиночка по жизни да то есть это человек который естественные деятельность такую себе выбирает где он именно да будет одиночка меньше придется ему там контактить с клиентами с коллегами и так далее следующее это такое обличитель обвинитель это такие знаете правдорубы это такие ярые критики кощей такие это очень опасный тип хотя сами вот эти вот типа правдорубы они же все это оправдывают тем но я же типа мир хочу сделать лучше я же всех разоблачаю из лучших побуждений а какие у тебя лучшие побуждения лишний раз человека обидеть человека приткнуть и сам утвердиться за счет этого есть открытые вредители то есть люди которые там да критикуют особенно на конкретных групп лиц нападают которые просто постоянно вот ковыряют какие-то недостатки у других людей который может быть там даже физический вред какой-то замышляют а есть скрытые вредители которые до где-то подставы мутят как-то исподволь что-то делают есть мизантропы которые такие знаете ярые ненавистники какой-то группы матерей они не любят например да там кого еще ну не знаю там людей которые там сделали карьеру людей которые наоборот не сделали карьеру ну то есть как-то для себя не вот эту вот группу выделяют определенным образом кто у нас мизантропы из кино из книжек вот так вот на ум что приходит но базаров из отцы и дети что еще шерлок кстати вполне вполне до доктор house а доктор быков например из сериала из интернов он именно он конечно с чертами мизантропа он не мизантроп на сто процентов но как раз вот этот группу молодых студентов молодую вот эту порсель но он прям ненавидит там не только желание воспитать из них спецов там прям ненависть к ним определенное есть кто еще бойцовский клуб причем оба наши герои определенные черты имеют что брэд питт да там ярко выраженная да вот это какая-то такая макиявилистическая составляющая что вот этот вот мальчик там как его звали ну который а он же без имени у нас был поэтому им я его вспомнить не могу то есть вот этот вот мальчик который там определенную трансформацию проходил так он же тоже мизантроп да и там их половина их вот этого клуб бойцовского если не все они были мизантропы то есть эти насколько разные персонажи и мизантроп они могут быть среди вас присмотритесь к вашим коллегам к вашим родственникам там к озлобленным одиночкам к обвинителям обличителям и так далее нужно ли с этим работать стоит ли с этим работать только сам человек может сам мизантроп прийти к тому что его это напрягает что он очень большой кусок жизни очень значимый от себя отвергает он сам себе делает хуже то есть когда человек понимает что это проблема что так жить невозможно что мизантроп это сильно счастливый что человек то нет конечно постоянно тревога напряжение а этот человек постоянно пребывает в состоянии какого-то такого мониторинга да а вот здесь плохи вот здесь плохие то есть обозвленный встревоженный пессимистичный нередко с большим букетом разных болезней потому что мы психосоматики очень много разной кроется тоже к это прячет скрывает какие-то свои эмоции он всегда злой в напряге то есть что что там сильно такого приятного и счастливого в этой жизнь поэтому когда человек понимает что да вот что-то не то пора с этим делать тогда с этим можно конечно же работать шаги очень разные опять же да смотря какая там степень этой мизантропии и есть ли психическое нездоровье у человека если там реально проблемы с психикой или в целом личность вполне зрелая да и на более скажем так поверхностном уровне нужны а какие-то корректировки то есть нужно начинать с того что делать просто шаги в сторону людей общаться открываться узнавать никто же вас не просит отдавать ключи от квартиры где у вас там деньги лежат какие-то свои секретики рассказывать и прочее зачем вот эти крайности вступать какие-то группы по интересам учеба хобби какие-то занятия всегда можно найти хоть кого-то кто будет разделять ваши интересы в целом добрые дела учиться делать благотворительностью заниматься помелче кому-то помогать то есть в себе вот это прокачивать вообще надо эмпатией работать прокачивать эмпатию нередко мизантропов есть проблемы с эмпатией следующее но вообще больше кстати что-то делать руками каким-то созидательным творчеством заниматься что-то красивое светлое создавать то есть от этого до добрее становиться что еще ну вообще допускать для себя самого что есть альтернативные точки зрения учиться толерантности пытаться войти в положение разных людей какую-то терпимость развивать учиться общаться учиться переговорам кстати и чаще себя спрашивать а что я теряю от того что я вообще ни с кем не контакте я всех ненавижу что я приобрету если я буду там узнавать дарить как-то там взаимодействовать открывали себя какие-то другие пласты жизни и двигаться такими шагами в том темпе который вам комфорт тем чтобы опять же из себя там не не пугать себя не ставить в какую-то уж совсем проигрышную позицию но потихонечку вот это вот дверь в мир открывать друзья мои если вам будет нужна моя помощь как психолога как психотерапевта буду рада видеть вас на своих онлайн консультациях мои контакты внизу под видео подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить новинки делитесь в комментариях знаете ли вы мизантропов в реальной жизни как вы с ними коммуницируете или может быть кто-то из вас считает себя мизантропом всем пока всем до скорых волнующих встреч